Дальзавод Поэтому, к счастью, никто не пострадал. По предварительной версии, пламя вспыхнуло во время ремонта крыши. В 10 часов 14 минут пожар был локализован, а в 10.33 полностью ликвидирован. Площадь пожара не превысила 100 квадратных метров. При тушении было задействовано 36 человек личного состава и 11 единиц техники. Большую обеспокоенность у специалистов МЧС вызывают ставшие уже регулярными пожары в рейсовых пассажирских автобусах. Только за февраль и март случилось уже три подобных происшествия – два в крае и один в пригороде Владивостока. 11 февраля в 17.30 в пожарно-спасательную службу пограничного муниципального района поступило сообщение о том, что в поселке Пограничный произошло возгорание пассажирского автобуса. В 17.51 на месте пожара уже работали огнеборцы. Пострадать от возгорания могли 29 пассажиров этого рейса. К счастью, все они успели покинуть салон. 20 февраля на трассе Уссурийск-Пограничный снова загорелся пассажирский автобус. Ликвидировать возгорание пожарным удалось за полтора часа. Только площадь происшествия составила 24 квадратных метра. Все 39 пассажиров также успели самостоятельно выйти из автобуса. Трасса Уссурийск-Пограничный. Автобус сгорел. Тушат, не смогли потушить, полностью сгорел. Ну, пассажиры вот целы, все успели эвакуироваться с него. Полностью сгорел. Вот это да. Рейсовый автобус номер 112, следовавший из Владивостока в Тавричанку, загорелся на ходу в районе Седанки. По предварительным данным, произошло замыкание в отсеке двигателя. Всего за несколько минут автобус сгорел полностью. Как сообщили очевидцы, до приезда пожарных водитель пытался самостоятельно погасить пламя. Несмотря на все усилия, от автобуса остался только каркас. Наблюдалось открытое горение всего транспортного средства. Благодаря оперативным действиям водителя, все пассажиры автобуса своевременно покинули транспортное средство и были в безопасности. В 16.33 пожар был локализован. В ночь с 19 на 20 марта страшный пожар в частном доме на Эгершельде унес жизни четырех человек. Здесь располагался единственный в городе приют для бездомных. Лишь некоторые из его обитателей могли передвигаться самостоятельно. Другие даже ходили плохо. Две погибшие женщины недавно перенесли инсульт и были частично парализованы. С помощью добровольцев удалось спасти 12 человек. Я пришла к подруге, она погибла сегодня. То есть вот Виктория, она моя подруга. А там не могло быть пожара просто так. То есть в самом домике пожара не было. Там люди задохнулись просто именно от самого, от этого выхлопа, от дыма. Татьяна Черкасова – человек, верующий в приют для бездомных. Наведывалась постоянно, помогала, привозила одежду, делала перевязки, приносила книги. Считает, причиной страшного происшествия мог быть и поджог. Там сыро, там нет двери даже. Представьте, что между двумя домиками маленький, как соединительный просто. Здесь там даже дверь не закрывается в ту сторону. Здесь просто проход. Как может проход загореться, где стоит сырая обувь, доски лежат на земле. Это исключительно. Можно покурить лучше? Не курят здесь люди. На полную ликвидацию пожара потребовалось более четырех часов. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. На месте работало 36 человек и 11 единиц техники. Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства происшествия. Сотрудники МЧС не исключают. Главной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Как часто будут гореть в Приморье рейсовые автобусы, цеха, дома, покажет время. Только тем, кто несет ответственность за эксплуатацию всех этих объектов, надо помнить. Жертв в следующий раз может быть больше. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.